У меня на подполковнике полностью гараж МК7, на подполковнике! Йо-йо-й, подполковник! Друзья, в этом видео разыгрывается 10 контейнеров, чтобы поучаствовать и забрать конты, вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео и в комментарии написать свой игровой никнейм и слово «Участвую». А итоги будут на стриме. Всем привет, друзья, с вами БигТанкс, и сегодня я записываю в реку до легенды с мега-донатом. Это девятая серия, с вас лайк, погнали! Ребят, прямо сейчас, как вы поняли, я буду получать звонку подполковника, и эта звонка, этот новый рубеж поменяет полностью суть данной рубрики. Вы поймёте сейчас, что вообще будет происходить. Если всё пойдёт по плану, то, ребят, вы просто будете в афиге от того, что будет происходить с аккаунтом до легенды с мега-донатом. Ну, сначала произойдёт крит. Ой, да! Мне крит не помеха, и прямо сейчас я загружаюсь. Ой, голд взяли, ну превосходно, прямо крит и голд. Мне вообще пофиг. Моя задача получить звонку, у меня осталось 100 опыта до подполковника. Так, остался 1 килл, я так понимаю, или 2, и всё, и звонка. Так, 10 опыта, 10 опыта, и до легенды с мега-донатом сейчас будет очень с крутой звонкой. Ой-ой-ой! Подполковник, блин, он вы... Я взял аптеку, и подполковник вылетел. Это чё вообще сейчас было? Ну ладно, всё равно звонку я увидел, подполковника получил. И я не буду дожидаться конца бой, я просто выхожу, потом захожу в гараж. И что сейчас я делаю, ребят? Нажимаю на магазин. И вы думаете, Лёха, что же сейчас будет? У тебя есть 127 тысяч танкоинов. Вы скажете, у тебя же нормальный гараж, куда реально тратить? У тебя практически, смотрите, всё куплено и прокачано под фулл. Ну реально, ну что ещё можно купить на подполковнике? А вот что, друзья, с подполковника, листаем вниз, МК-7 комплекта. Это М3 по старым модификациям, да? МК-7 на подполковнике. Это, ребят, это просто трэш. И прямо сейчас я хочу сделать фулл гараж на подполковнике МК-7. Такое мне никогда не снилось. Раньше с бригадира у меня было М3, там я вообще радовался, просто ссыкался, всех нагибал. Но сейчас подполковника это возможно купить. И это будет просто жесть, если я куплю и буду рассекать на таком маленьком звании с фулл гаражом МК-7. Это просто будет издевательство, наверное, какое-то. Я вообще не верю в то, что это возможно, но с недавних пор возможно. Разработчики тут такого, что наделали. Давайте приступим прямо сейчас, тратим вообще всё, что есть. Давайте берём вас по Жигу. Ребят, это просто жесть. Я беру... Это же МК-7. МК-7 на подполковнике, смотрите. Офигеть. Так, вас по Жигу МК-7 уже имеется. Так, давайте теперь Викинга Гаусс. В принципе, вообще, я так понимаю, мне вообще всё можно брать. Хантера... А, нет, не Хантера, а Гаусс. Давайте, чтобы не переплачивать особо. Мамонта, рикошет возьмём. О, резиночка подъехала. Здравствуйте. Проходите, располагайтесь в моём уютном гаражике на подполковнике. Дальше, Диктатора Шафт. Замечательно. Так, у меня, по-моему, ещё нет с Титаном комплекта никакого. Давайте мы полистаем, найдём Титан. А, вот, вижу, Титаны пошли. Ну, давайте Титановулканчик возьмём. Так, по корпусам у меня чё там? Давайте заглянем. Фул корпуса МК-7. Правда, почему-то старые тоже отображаются, что они у меня есть. Но это нужно перезайти, и они все исчезнут. И, кстати, ареса в комплектах нет. Ё-моё, а как мне арес купить комплектом МК-7? Он у меня всего МК-5. Блин, вот это пипец, разработчики что-то не добавили. Ну, ладно. Так, давайте докупать всё, что есть. В принципе, там ещё страйкер должен быть, да, такс. Я не знаю, смоки. Ну, короче, корпуса уже все есть. Осталось просто пушки, поэтому я повторяю. Даже те корпуса, которые у меня имеются. Просто, как бы, беру чисто из-за пушек. Поэтому чё-то тут ещё молот остался. Гром остался. А, фриз. Так, покупаем. Блин, это жесть, ещё 42 тысячи танкоинов осталось. Ну, надеюсь, мне хватит до фул. Надеюсь, очень сильно надеюсь. Так, подождите. А чё там я купил? Мне хватает-то мне? Так, по пушкам. Что у меня есть? У меня есть, в принципе, походу всё. Мне кажется, вообще, я уже всё купил. Реально. Или не всё? Капец, они повторяются. Уже МК-7 есть. И старые, которые до покупки тоже остались. Давайте мы зайдём в битвы. Потом снова в гараж. И теперь должно всё нормально показываться. Так, опа. А, ещё нет твинца и нет грома. То есть, две пушки мне осталось. Давайте два комплекта заходим, докупаем. А по корпусам у меня уже всё куплено. Так, где тут у меня гром и твинц. Всё верно. Докупаем. И твинцяра. Да ты мой сладкий просто. И всё, у меня комплекты, походу, все исчезли, да? А ну-ка листаем. И да, всё, комплекты исчезли. И 19604 танкоина осталось. То есть, я сейчас потрачил больше 100 тысяч танкоинов. И у меня на подполковнике полностью гараж МК-7. На подполковнике, мать вашу, МК-7. Это вообще как-то ненормально. Давайте ещё раз мы зайдём куда-то в клан. Я не знаю, потом в гараж. У меня сейчас уже нормально покажется. Нажимаем на пушки. И, смотрите, полностью фулл гараж МК-7 на подполковнике. Корпуса фулл гараж на подполковнике. Кроме Ореса. О, Орес, блин. Блин, я смотрю, мне просто не верится. Я даже могу с вас по шафтом играть, потому что с такой модификацией даже вас по шафт будет тащить. Но я всё же выбрал Гром и докачаю сейчас одну пушку и один корпус, чтобы чисто продемонстрировать вообще прям полноценный нагиб на подполковнике. Слава богу, у меня есть кристаллы, 4,5 ляма. Я думаю, что на пушку корпус хватит. Даже, наверное, ещё на пушку, либо корпус хватит. И, ребят, если под этим видео наберётся 3000 лайков, то в следующей серии я прокачаю фулл гараж под МК-8. Но, ребят, ваша поддержка должна быть, потому что если я увижу, что очень много лайков будет, то я постараюсь выкачать в следующей серии, полностью вооружение до МК-8 на подполковнике. Просто представьте, подполковник с МК-8. Мне кажется, это будет самый-самый жёсткий аккаунт вообще в игре в целом. Потому что я такой вообще впервые вижу. Харёк, имба, овердрайв. Имба, хоть разработчики грозились хорнет овердрайв хорнета пофиксить, но пока что он нагибает, поэтому прокачиваем и играем с ним. Вот, викинг, наверное, не буду пока качать, но это в дальнейшем. Ну, а по пушкам, в принципе, почему выбрал грамм, потому что есть сплэш, есть крутецкие устройства, и я думаю, что можно на этом и закончить, в принципе. Поэтому кувалда вообще просто number one. Такое вооружение. Так, ой, хватит вас пошал, блин, позоримся. Просто, смотрите, фул гараж МК-7. Ё-моё, блин, просто, знаете, как по щелчку. Вроде, майор ты был с МК-6, МК-5, ну такое типа. Потом, хоп, одна званочка, просто один рубеж так, щелк, и уже МК-7, и уже совсем другой уровень. Здравствуйте, я из компании Арифлейм. Кому продать какой-то тюбик или что-то? Кто у нас тут? О, у уронтики есть, капитанчики есть, лейтенантики. Ну, в принципе, я думаю, что контингент неплохой. Чувачок на МК-2 вооружение, по-моему, каком-то, или на МК-1 катается. Ясненько, здравствуйте, поздоровались, в принципе, поехали дальше. Блин, ребята, я просто в шоке. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Смотрите, просто меня закинуло к лейтенантам. Наверное, на подполковнике к лейтенантам заходить. Да, это норма, но если подполковник будет с вооружением, какой-то к лейтенантам, но если подполковник... Смотрите, вот просто два хоригрома в одном бою. Один хоригром МК-2, наверное, какой-то, или МК-3, или МК-4 даже. Вот, сам себя убил, мне вообще пофиг. Вот, а второй МК-8. Ну, как вам такая разбежечка небольшая в вооружениях? Я не знаю, что тут вообще, как это возможно. Что такое? Невидимка какая-то, ё-моё, это арес. Новый корпус, блин, и какой-то забаган. Ну, пипец, ну, что-то такое. Ну, просто, по-моему, я сейчас абсолютно всех ваншот, и даже тяжёлый корпус, это тяжёлый корпус. Ну, я, нет, не ваншотнул сейчас. Но, в принципе, каждый танчик для меня, каждый противник, буквально на одну-две тычки. Ну, это ж вообще жесть, смотрите. Смотрите, что происходит. Просто без ДДшки бьют. С двух раз без ДД. Если... Ой-ой-ой, меня бьют сзади в пердак. Ой-ой, больно. А если с ДДшки, то просто пацанчик вот так, хопа, улетает. Он аптеку хавает, а у меня гром перезаряжается настолько быстро. О! Нифига себе, зида присосалась. Ну, просто красота. Смотрите, один выстрел, один килл. Один выстрел, один килл. Вообще, пацаны не знают, что делать. Я не знаю, в чате они там что-то пишут. Вроде ничего не пишут, им нормально. Они, в принципе, на респу ходят. И с одной плюхи. А что будет, если я вкачаю весь гараж под МК-8? То есть, там, Хури Релю, там, или Вас по Релю, да, еще. Викинга Смоки. Фриз, там, Жигу. Это же вообще просто имба. Поэтому, ребят, набираем много лайков. И это все будет. Да, кстати, в чатике пишут, что пишут. Вау, вау. Чего вы удивляетесь, товарищи? 22 к 1. В принципе, более-менее бодрячком играем. Хотя я даже просто не напрягаюсь. Действительно, просто еду, пробел зажимаю. И даже не напрягаюсь. Действительно, это очень имбово. О, мне только что еще оверку раздали. Это аптека дополнительная. Сейчас я стою, они, смотрите, как выстрелились. Просто для моего грома идеально. Сплэш дает, перезаряжается безумно быстро. И, ну, что может противостоять этому танку? Сейчас, если у меня овердрайв прогрузится, то будет ваншот с респа, пацанчику. А хотя это так будет ваншот. Да, это и так ваншот с респа, в принципе. Еще один килл, два сразу. Ну, пожалуйста. Дай мне овердрайв, пожалуйста. Ой, спасибо. Ну, вот еще благодаря вот таким диктаторам, то я просто бесконечно бессмертным могу быть. И вот сейчас он ко мне может приехать, конечно. Или он не будет ко мне ехать? Не, этот пацанчик просто ссыканул что-то. Куда он едет? А ну-ка давайте догоним его. Куда ты поехал? Блин, не убежишь от меня. От меня не свалишь. Так, и кто-то еще у нас есть. Какие у нас есть желающие? Мне кажется, что с таким вооружением, в принципе, можно кризис вообще снимать. И оставлять обычное... Даже без дрона можно кататься. Потому что это имба, МК-8, фулл нарку, если включить. Смотрите, я уже сколько киллов? Я просто делаю выстрел и килл. Выстрел, килл, выстрел, килл. Даже 2 иногда килла. Ну, блин. 34 к 1. Вот интересно, сколько я сделаю за минуту еще? Если я сейчас минутку еще поиграю, сколько у меня будет по итогу киллов? Потому что 36 к 1 уже. Так, оверка закончилась. Тут я бессилен. Тут я ничего не сделаю, пока у пацанов купол. Опа. Всякие тут... Тут всякие магнумы на васпиках. Ох, какой. Пожалуйста, только сам себя не убей. А, он мне бомбу поставил. Не, бомба меня не взрывает. Я еще и быстрый, скоростной, молодой чебурек. Так, у меня оверка появилась. Поэтому я могу вот так сказать. Здравствуйте. Потом еще раз здравствуйте. Так, я помадку вам принес из компании Oriflame. Это, кстати, ребят, не реклама Oriflame. Просто я так вот, лишь бы мне что-то сказать. Вот вот ораторю себе. Поэтому нормально. Так, 43 к 1. Еще килл. Такс. Изиточка. Иди сюда. Тоже килл. Овердрайв есть. Можно еще стрельнуть. В принципе. Ну, тут чувак просто хавает по КД, аптеку, там все. И того 46 к 2. 46 к 2. Это при том, что я полбоя так вот окатался непонятно о чем. А сейчас вот я начал играть более-менее так активно. И сейчас просто пошло конкретное рубило. 46 киллов. Так, а ну-ка, давайте. Сделал ли я полтинничек. Так, мне нужны противники. Блин, мне бы того, кто сразу идет нарез. Ну, давайте вот этого, наверное, сейчас мы отправим вот так. Раз. Смотрите, как он. Ой, хавает просто по КД. Но он уходит нарез в любом случае. Так, вот этого чебурек. А, все. 48 к 2. Ребят, что вы можете сказать по этому поводу? Я не знаю. Это просто пипец. Теперь заходим в гараж и давайте полюбуемся то, что у меня появилось за сегодняшний ролик. Просто за ролик изменилась судьба аккаунта Мега Донатерского. Смотрите, фулл гараж МК-7 и фулл гараж пушек МК-7 и даже МК-8 Хори Гром. Я безумно рад, что у меня это получилось приобрести. Ребят, если вы хотите продолжение Мега Донатерского рубрика прокачка аккаунта, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был БигТанкс. Всем удачи. Всем пока, друзья.